И о событиях в мире спорта. Украинские велотрековики успешно завершили выступление на этапах Кубка Мира. По их итогам, лидеры нашей сборной возглавили рейтинги в общем зачете соревнований. Андрей Винокура выиграл Кубок Мира в спринте, а Любовь Басова в своей коронодисциплине кейринге. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату мира по велоспорту на треке, который пройдет в Гонконге с 12 по 16 апреля. На велотреке во Львове, где тренируется Любовь Басова, побывала наша съемочная группа. Действующая чемпионка мира по велотреку в дисциплине кейринг Любовь Басова участвовала в трех из четырех этапов Кубка Мира. В Глазго и Лос-Анджелесе заняла вторые места и выиграла этап в Апельдорне. Также на соревнованиях в США Басова стала серебряной призеркой в спринте, опередив россиянку Анастасию Войнову и уступив олимпийской чемпионке немке Кристине Вогель. Говорит, очень помогла поддержка трибун. Трибуны даже за Украину болели. Были даже иногда такие выигры, как Украина, давай по-украински. То есть впечатления очень хорошие, тепло, вся атмосфера, все хорошо. В этом сезоне немного поменялись правила. У спортсменов, занявших невысокие места в квалификации, теперь появилось больше шансов в финале побороться за лидерство. От такой смены правил Басова тоже оказалась в выигрыше. Была только десятой в квалификации, но в итоге смогла претендовать на медаль. Представительница Франции заняла второе место в квалификации. У меня было десятое место в квалификации. И мне попало так, что я поехала с ней заезд. Тренер сказал так, это наш шанс. Не смотри, что там еще две десятки. Ты все равно сильнее и голова у тебя больше работает. И так и вышло. Вы знаете, хоть и две десятки была разница, я выиграла заезд у второго места. И так с этапом до этапа я пошла за первое-второе место с Кристиной Вогель в финале. Была вторая. Любовь Басова родом из Луганска. Сейчас вместе с семьей, мужем Александром и маленькой дочкой Дианой живет во Львове. Тренируется под руководством Сергея Базина, который вырастил не одно поколение чемпионок. Среди его воспитанниц призерки Олимпийских игр Ирина Янович и Леся Калитовская. Любовь Басова на Олимпиаде в Рио заняла пятое место. Сейчас тренер и его подопечная готовятся к чемпионату мира в Гонконге. Конечно, самый тяжелый соперник для нас это будет Вогель Кристина, олимпийская чемпионка. И Курупецкая Симона. Это основные. А со всеми остальными, я думаю, без проблем можно бороться. Даже не задумываясь. Я думаю, что самый главный соперник, как и на Олимпийских играх, которые были в Рио, это она сама. Перебороть себя. Львовский велотрек, на котором много лет тренируется сборная Украины, единственная в стране крытая арена с деревянным покрытием, рассчитанная на 3000 мест. Построенный в 1980 году как запасная арена Олимпийских игр, велотрек много лет принимает не только соревнования по велоспорту, но и легкой атлетикой, борьбе, боксу, триатлону, стрельбе из лука. В 2012-м здесь давали концерт легендарные «Скорпионс», а в 2015-м проходил юношеский чемпионат Европы по боксу. Директор велотрека Николай Мандрона сам в прошлом спортсмен, а сейчас еще и президент областной федерации легкой атлетики, готов часами рассказывать об уникальности вверенного ему объекта. «Покрытие – это доска, привезенная из Хабаровского края. Это лиственница. Это доска 20 сантиметров, положенная на ребро. Угол, радиус угла 47 градусов. На вираже разрешается до 49. Круг имеет по черной линии 250 метров. Это самый крутой трек в Европе. Я имею в виду крутой по виражам, не в помпезном значении. Может, мои слова сбудутся, и он станет крутым во всех смыслах». Уникальная арена скоро отметит 40-летие и, конечно же, нуждается в реконструкции. В этом году в Украине планируется открытие еще двух велотреков – в Киеве и Харькове, но под открытым небом и с бетонным покрытием. Поэтому львовский велотрек все равно останется уникальным и востребованным. Все европейские соревнования по велотреку проводят только на крытых аренах.